Благодаря Богу, братья и сестры, вот вопрос, отвечай на вопросы в этих программах, таких коротких программах. И вот вопрос, вот только что пришел от Вадима Купчина, следующий. Если община, он пишет, харизматической церкви пожелает стать частью реформат, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, как вы отреагируете? Примите общину. Во-первых, церковь Иисуса Христа, скажу сразу, да, во-первых, отвечу прямо, да, приму, конечно, как епископ я буду очень рад трудиться вместе на небе Божьей. Скажу сразу, что определение церковь, это есть, на самом деле, тело Христа, и церковь Иисуса Христа, она одна. Есть различные, в местной церкви, конечно, есть различные конфессии, динаминации, юрисдикции, но церковь Иисуса Христа одна. И поэтому я готов трудиться со всеми, кто любит Господа Иисуса Христа, независимо от их конфессий, баптисты, харизматы, адвентисты, пятидесятники, как бы ни назывались, лютераник, альвинисты, католики, православные, разные конфессии. Но главное самое, нам принести Спасителя Иисуса Христа погибающему поколению. Самое главное, как можно больше людей сегодня, грешников, взять с этой земли на небеса, к Иисусу Христу. Я думаю, этим самым прославится наш Господь Иисус Христос. Спасибо, брат Вадим, за этот вопрос. И, кстати, к слову скажу, коль харизматическая церковь, вот о которой спрашивает Вадим Купчин, есть даже такое направление, Харизматик Ортодок Чорч, харизматическая православная церковь. Епископа Марка Керси, исполняющий обязанности патриарха этой церкви, я имею часть лично знать, и по перепискам мы были знакомы долгое время потом, лично я был у них в США, во Флориде, поэтому харизматическое слово меня не пугает абсолютно, тем более, что у меня очень много друзей именно харизматов, и в каждой конфессии, в каждом направлении есть свои, конечно, недостатки, есть свои плюсы, свои минусы, и я думаю, что харизматическое православное это такой баланс, очень даже неплохой. С одной стороны, значит, рвение и служение, с другой стороны, база, историчность, правоприемственность, это очень важно, конечно. Пусть Господь благословит. Так что, добро пожаловать, вместе можем потрудиться во славу Господа. Да, и еще, как вот, будучи служителем в Украине, теперь в России, и вообще в бывшем СССР, трудясь, я понимаю, что для большинства православных христиан, а у нас таких большинство, и по опросам, по-моему, вот буквально на днях прочитал я, что три четверти опрошенных людей в России, в Российской Федерации, в разных субъектах, я так понимаю, Федерации Российской, значит, определили, что православие очень важно для России, сегодняшней Российской Федерации. И, конечно, нести Слово Божье, если вы протестант, если вы харизматической церкви, баптистской, неважно, какой вы церкви, протестантской, если вы хотите нести Слово Божье в России, в Украине, в Белоруссии, в других странах, в рясе, с крестом на груди, то добро пожаловать, я на борт и готов, как капитан, будем договорить, как архиепископ этого корабля, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, обучить вас, наставить, направить и вдохновить, вложить, как епископ, и благоставить вас на служение. И, конечно, упаси Господь вас совершить ошибку, которую совершили некоторые харизматы, пойдя не в реформаторскую, а через реформаторскую, или напрямую идя в традиционную православную церковь. Не дай Божье. Эти все элементы многобожие, то есть молитва разного рода святым посредникам, якобы дополнительным к Богу, к Богородицам, к другим умершим святым, к сегодняшнему, там, я вам многострадальному, другим прочим умершим святым. Не дай Божье. Целовать мощи, кресты, почитать иконы, почитать, это не для нас, это не для православных, это не для христиан, это язычество, бесовщина, нам это не нужно. То же самое молитва за упокой, оно нам надо. Зачем нам с бесами общаться, когда мы можем с Духом Божьим общаться и молиться за живых людей. И пусть Господь благостает всех вас. Вот так, спасибо за вопрос еще раз. Вадим Купчин, благоставляю вас и всех братьев и сестер, благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Сергей Журавлев, архиепископ, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя. 31 июля 2019 года. Санкт-Петербург. С Богом.